Галина Ивановна Уствольская, советский и российский композитор. Биография родилась 17 июня 1919 года в Петрограде, закончила Ленинградскую консерваторию в 1947 году. В 1950-х годах Уствольская отходит от учителя и движется к собственному, предельно аскетическому музыкальному языку, для которого характерна высочайшая сосредоточенность, редкий драматизм, насыщенность духовным поиском. С сентября 1947 года по февраль 1977 вилла факультатив по композиции в Ленинградском музыкальном училище М.Н.А. Римского-Корсакова Сочинения Уствольской исполнялись крайне редко. Подлинное признание пришло к композитору только в конце 1980-х годов, после того, как на Ленинградском концерте оказался директор крупнейшего музыкального издательства Сикорский, Юрген Кюхелли, Нидерландский музыковед Элмер, Шанбергер Шанбергер был настолько потрясен услышанным, что не пожалел средств на то, чтобы этот концерт прозвучал в Европе. Вскоре был организован ряд международных фестивалей музыки Уствольской, а издательство Сикорский приобрело права на публикацию ее произведений. На предложение эмигрировать из России всегда следовал однозначный отказ. Вся жизнь композитора была связана с Санкт-Петербургом, который она покидала лишь несколько раз, уезжая на зарубежной гастроли. Галина Ивановна Уствольская вела отшельническую жизнь до последних дней и продолжая творить. Умерла 22 декабря 2006 года в Санкт-Петербурге и на 88-й году жизни похоронена на Волковском лютеранском кладбище. 11-й участок. Семья. Муж Константин Багрюнин. Композитор. Родился в 1941 году. Брак зарегистрирован в 1965 году. Творчество. Широко цитируются слова Виктора Суслина, с которым Уствольская состояла в дружеской переписке и который готовил публикацию ее сочинений в издательстве Сикорский. Он называл ее «голосом из черной дыры Ленинграда, эпицентра коммунистического террора, города, пережившего столь ужасные страдания и муки войны». Уствольской нравилось и это сравнение. Хотя история, политика и общественная жизнь ее абсолютно не интересовали, по-настоящему ее интересовала только собственная музыка. И это был больше, чем интерес. Постоянный и интенсивный процесс сочинения занимал все ее мысли. Композитор Борис Тищенко сравнивал ее музыку с узостью лазерного луча, прошивающего металл. Исполнители. К сочинениям Уствольской обращались такие исполнители, как Анатолий Ведерников, Мстислав Ростропович, Алексей Любимов, Олег Малов, Иван Соколов, Рейнберг де Леу, Франк Диньер, Мариана Шрёдер, Антоний Барышевский и Д.Р. Признание. Шостакович в своем струнном квартете номер 5 и в девятой пьесе «Сюиты» на стихи Микеланджело использовал вторую тему из финала трио для кларнета, скрипки и фортепиано Уствольской. Уствольская лауреат Гидельбергской премии за достижения в области искусства. В 1993 году Американский биографический институт назвал ее «Человеком года». О ней сняты два документальных фильма нидерландским телевидением. В 1994 и 2005 году и российским телеканалом «Культура» в 2004 году на родине произведения Уствольской исполнялись редко и начали несколько чаще звучать лишь после 1991 года. В год ее 90-летия в Москве и Санкт-Петербурге прошли два юбилейных концерта, организованных Алексеем Любимовым. В других странах интерес к музыке Уствольской значительно выше. Сочинение Вторая симфония Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok